Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск с чрезвычайных происшествий. На этой неделе немало их связано с детьми. Так, пару дней назад на Алтае в реке утонул двухлетний мальчик. 22-летняя мать пошла купаться, оставив сына на берегу. Уже в воде она увидела, что малыш оказался в реке и его уносит течением. Спасти ребенка самостоятельно женщине не удалось. Спасатели обнаружили тело ребенка в 700 метрах вниз по течению. Добавим, только за первые 10 дней августа в крае произошли три случая с падением детей из окон квартир. Одна из таких трагедий унесла жизнь четырехлетнего мальчика. Первый инцидент произошел в Алейске. Там из окна многоэтажки выпал трехлетний мальчик. Малыш находился в квартире с матерью, которая в момент падения спала. К счастью, ребенок остался жив. Аналогичная ситуация спустя пару дней случилась в Барнауле, в многоэтажке на улице Анатолия. Оттуда с шестого этажа выпала пятилетняя девочка. К счастью, ребенка тоже удалось спасти. Но вот падение с пятнадцатого этажа четырехлетнего мальчика в Барнауле обернулось трагедией. Родители открыли окна для проветривания. Малыш залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал. Для ребенка такая высота оказалась смертельной. Родители, чьи дети выпали из окон, могут привлечь к уголовной ответственности. Сейчас происшествие находится на контроле у алтайской полиции и следователей. О том, что может грозить родителям за их невнимательность и как не допустить подобной трагедии, чуть позже в нашем выпуске. А сейчас к другим происшествиям. Посетителей сразу двух торговых центров Барнаула экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании. На протяжении часа правоохранители обследовали здание и прилегающую к ним территорию. В момент происшествия наша съемочная группа выезжала на место и выясняла подробности. Смотрим, как это было. Торговый центр «Пионера Цеплин». Люди замерли в ожидании. Спецслужбы города проверяют сообщения о взрывном устройстве. По радио объявили, что нужно эвакуироваться, поэтому мы все вышли. А причины назвали или просто порекоментировали? Сказали, что нашли пакет со взрывов, со сверчаткой. Вообще это не первый случай? Да, это не первый. Я здесь работаю уже где-то 5-6 лет, но второй раз за это время. Какой-то испуг был? Не сильно. Нет. Я не ошибалась. Я и нет. В этом связи объявили, что обнаружили устройство в сумке. Срочная эвакуация. Как эвакуация проходила? Была ли давка, какая-то суматок? Нет, все было очень спокойно. Люди прям спокойненько выходили. Все хорошо было. Пусть прям очень нравится. По данным правоохранительных органов, сегодня днем, примерно в половине первого, в отдел аренды торгового центра поступил звонок о том, что на парковке ТРЦ находится взрывное устройство. Началась экстренная эвакуация посетителей, сотрудников. К центру оперативно стянулись спасатели, кинологи, медики и полицейские. Силовые структуры больше часа обследовали здания, проверяли поступившую информацию. Угроза не подтвердилась. Оцепление сняли. Людям дали зеленый свет. Разрешили вернуться в торговый центр и забрать то, что пришлось в экстренном порядке оставить. Товар там. Оставим. Все, все, бросайте и утрекайте. Как нам сообщили позже, звонок о взрывном устройстве поступил с телефонного робота. Чьих рук телефонная выходка сейчас устанавливают правоохранители. А между тем, подобное сообщение сегодня пришло и в торговый центр «Галактика». Посетителям пришлось прервать шоппинг, а сотрудникам оставить рабочие места. Вот нас эвакуировали. Вот людей. Тут это ТРЦ «Галакси», тут пожарные. Там зашли собаки, тут полицейские. Как нам сообщили правоохранители, опасность не подтвердилась и в «Галактике». Люди после часов напряжения вернулись в торговый центр и продолжили покупки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К уровню прошлого, даже рекордного и аномального в этом смысле 22-го года приблизилось в этом году число ДТП. Так, за 7 месяцев, 23-го, в регионе произошло больше 1100 аварий. Правда, сотрудники ГИБДД отмечают, есть тенденция к снижению. И все-таки статистику нельзя назвать благостной. Люди на дорогах региона продолжают гибнуть. Почему и что делается, чтобы ситуация менялась к лучшему? На вопросы журналистов отвечали руководитель краевой автоинспекции и министр транспорта региона. Немного цифр аварий меньше не стало, но статистика немного изменилась в лучшую сторону. К примеру, число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 22%, раненых на 2%, меньше стало и ДТП, совершаемых пьяными водителями, почти на 27%. Прошлый год действительно был аномальный. Почему? Потому что резко увеличился трафик. Вы помните, мы не раз разговаривали, что по замерам на основных участках федеральных автомобильных дорог, региональных автомобильных дорог, трафик рос до 20%. В текущем году мы не видим снижения трафика по сравнению с прошлым годом. При том, что дороги становятся качественнее, скорость авто остается высокой. И это одна из главных причин ДТП. В этом году растет число аварий с летальным исходом, который тяжело спрогнозировать. К примеру, сбивают пешехода, который ночью идет за чертой населенного пункта, или автомобиль, разгоняясь по щебенке, опрокидывается. Много и таких, когда в ночное время уставший водитель не справляется с управлением. Часто за мотоцикл садятся дети, и это тоже порой заканчивается травмой или гибелью. В Бийске и Барнауле растет число ДТП с самокатами. 32 дорожно-транспортных происшествия. В прошлом году было зарегистрировано 15. Погибших в этом году нет. В прошлом году у нас была девушка на электросамокате, которая допустила опрокидывание, впоследствии в лечебном учреждении скончалась. И раненых, получивших телесные повреждения, в этом году 26. В прошлом году было 13 человек. В этом году к административной ответственности привлекли 551 человека. В прошлом просто не было возможности нарушителей на самокатах наказывать. А что касается общей аварийности, то с ней продолжают бороться. В том числе и с помощью камер видеофиксации нарушений. Их, к слову, станет еще больше. У нас порядка 147 сейчас комплексов, 3 мобильных комплексов. В текущем году губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко принято особое решение. В части федеральных автомобильных дорог выделено дополнительно 150 миллионов рублей на комплексы фото-видеофиксации, которые будут установлены на федеральных автомобильных дорогах. Это как следствие 2022 года, когда у нас просто зашкаливала аварийность. Продолжается ремонт дорог, хотя в 2024 году федеральная программа о безопасных и качественных подойдет к концу, к старту и другая ремонт опорной сети. Это та сеть дорог, которая соединяет наш край с другими регионами и государствами. Попадут туда и региональные участки дорог с самым высоким трафиком движения. Требует повышенного внимания ремонта дороги Мартынова-Тогул-Залесова, граница Бурлы с Новосибирской областью. Мы видели с вами практику прошлых лет это направление Барнаул-Камень на Биславгород. Большой туристический маршрут, соответственно особое внимание. Мы уже дошли до камня, зашли за камень, потихоньку, поэтапно идем в том направлении. И при проектировании капитальных ремонтов и ремонтов, естественно, мерам безопасности уделяется особое внимание. Ради безопасности в аварийных местах делают и шумовые полосы, проводят освещение по 30-40 км в год. А еще министр и начальник ГИБДД сегодня рассказали, что ждут, когда на федеральных трассах разрешат возводить дорожные неровности ради снижения скорости. Помочь снизить аварийность, по их мнению, сможет и контроль средней скорости передвижения, к которому в России планируют вернуться. Законопроект уже внесен в Госдуму. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. К другим темам. Вот уже год, как экспортные компании стали активно перестраиваться с европейского на азиатский рынок. Особенно популярно и выгодно сейчас поставлять продукцию в Казахстан и Китай. Но просто ли зайти в эти и другие азиатские страны? И каковы особенности ведения бизнеса там? В сюжете Анастасия Дороган. Ориентир на Азию, говорит директор одной из успешных в плане экспорта алтайских компаний по машиностроению. Здесь разрабатывают и производят фотосепарационное оборудование. Поставляют его в 30 стран, в том числе Европу и Америку. Но сейчас ставки на восток. Под нового клиента трансформируют и продукт. Например, в Германии там была история очень важная с взаимосвязью оборудования, с другими элементами, с другими машинами технологии. А на азиатском направлении это менее важно. То есть на это не стоит особо обращать внимание. Здесь более важна сервисная составляющая. И вот тот цифровой сервис, мне кажется, который у нас есть, он должен взлететь. Азиатское направление свободно от санкций. Тема привлекает. И хотя в компании Виталия Савенкова продолжают сотрудничество с давними партнерами из Европы, признают, что выходить туда стало сложнее. Перспективнее смотреть на восток, например, Казахстан, который становится экономическим хабом. Страна предложила релацировать бизнес к себе 401 иностранной компании. В основном из США, Японии, Германии, Швейцарии. Войти в этот рынок сейчас значит составлять конкуренцию мировым игрокам. В некоторых сетях, магазинах продукты из России составляют 30-40% всего объема на полках. Интерес к продукции транспортного машиностроения, оборудования, продукции химической отрасли, в том числе бытовой химии. Мне кажется, это технологическая история, то есть все, что связано с технологией. Казахстан понемножку развивает свое внутреннее производство, поэтому для них важны технологические составляющие. Технологии, промышленное производство, можно идти сельским хозяйством, но эта история будет не сильно простая, потому что именно потому, что они тоже аграрная страна, они тоже защищают свои рынки. У наших стран единое экономическое пространство, что облегчает поставки и делает это направление приоритетным. По традиции, Алтайский край экспортирует сырье и продукты переработки аграрного сектора. Однако сейчас наращивает объемы и промсектор, машина и оборудостроение. И интересует это не только крупные компании. По данным центра «Мой бизнес», который занимается поддержкой среднего и малого предпринимательства, в 2022 году к ним обратилось 734 компании с вопросом выхода за рубеж. С начала 23-го – 433. Спрашивают и о Китае. Прежде на него смотрели, как на неприступную китайскую стену. Сейчас специфика остается, поэтому эксперты рекомендуют сузить масштаб. Зачем вам лезть полностью на весь китайский рынок? Несколько миллиардов вы не охватите. Давайте постараемся найти взаимоотношения между теми или другими провинциями и отработать их запросы. Благо, здесь вы получите двойной приоритет в работе, так как получите поддержку как от центральных в области Китая, так и провинциальных. В Поднебесную ценят алтайские продукты за их экологическую чистоту. Пром-сектору сложнее. Нужно, чтобы оборудование было уникальным и современным. В аграрной сфере покупают все, но продажа продукта переработки будет выгоднее. В таком случае специалисты рекомендуют поставлять не сою, а соевый шрот – пищевую добавку. Или открыть в Китае завод по переработке. Эксперты рекомендуют выходить на торгово-промышленную палату Китая, где иностранцам рассказывают, какие документы и лицензии нужно подготовить и даже предоставляют список потенциальных партнеров. И чтобы стать своим, стоит интересоваться искусством. Это объясняет, почему бизнес Поднебесная очень любит оригинальность и самобытность. Это мощнейший магнит притяжения бизнес-структур. Это как клуб, где собираются не только любители искусства, но и люди с разными интересами. И это позволяет задействовать очень серьезные, тонкие моменты человеческой личности. Может быть, очень жесткий бизнесмен, но у него есть слабость. Условно говоря, картины. Когда он покупает картину, он совсем по-другому раскрывается даже в плане бизнеса. Все чаще предприниматели смотрят и в сторону Индии. Там, по словам экспертов, ценится продукт для среднего сегмента. Впрочем, специалисты подчеркивают, неважно, куда вы зайдете. В любом случае, помимо прибыли, экспорт заставляет компанию развиваться. Мы знаем, какие требования предъявляют те или иные территории. И от этого наше оборудование для других территорий становится лучше. То есть мы фактически улучшаем свое оборудование. Для России это тоже важно, потому что вот эта внешняя информация, информационная и технологическая история, она потом воплощается в оборудование, которое идет на территорию России. Единственное, добавляют эксперты, азиатские партнеры отличаются непредсказуемостью. На переговорах в момент заключения контрактов могут задать совершенно неожиданный вопрос. Но в этом даже есть определенный шарм. Идешь на риск, и если он оправдывается, говорят бизнесмены, дело точно выгорит. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком. Если говорить о Китае, то Сергей Соловьев, один из наших экспертов, подчеркнул. Поднебесные любят неповторимое, природное, чистое, проэкологичное. И с этой точки зрения он считает весьма перспективным определенный вид туризма, который ценится в Китае и который легко можно вывести на экспорт. Об этой идее подробнее далее расскажет сам эксперт. Есть одно направление в Китае, которое мы, кстати, абсолютно не учитываем. Это так называемый эко-туризм. Они очень трепетно относятся к своим ценностям природным, но и, поверьте, очень с любопытством относятся к нашим. Сейчас идет массовый бум, условно говоря, туризма на Байкал. Там уже отстраиваются целые деревеньки китайские, это идет на широком потоке. На Байкале иркутские турфирмы имеют представительство, как в Пекине, в Шанхае, в Чинду, в Шенчжене, и предлагают уже готовые туры. Естественно, что, условно говоря, есть ли та или другая структура туристическая, которая захотела бы не просто заниматься продажей туров. Продажа туров – это целая цепочка. Вы задействуете дружественные гостиницы, общий вид. У нас в Москве, к примеру, китайские гиды имеют договоренности с ювелирными магазинами и целыми автобусами приезжают китайцы, они все скупают. Почему? Потому что гид им сказал, вот здесь можно купить. Естественно, эти гиды имеют какой-то процент от продажи. Вполне нормально, у меня нет никаких вопросов. Меня другое удивляет. Тот же Алтай может предложить не только лишь уникальные туристические туры, но и эхо-туры. Это, не знаю, посещение мораловых хозяйств, естественно, с покупкой достаточно широкого ассортимента, что там производится. И, естественно, выстраивание, выстраивание, логическое выстраивание, цепочки продаж. Объективно говоря, это основа маркетинга. Турист, как правило, это либо обеспеченный, среднеобеспеченный, либо достаточно обеспеченное лицо, которое чего-то добился, и у которого есть свой круг знакомых. Условно говоря, приезжает 5-10 человек по специальной программе Алтай, покупая не только, конечно, побрякушки, магнитики, ту или другую продукцию, он фактически рекламирует ее 1 в 10. То есть порядка 10 человек об этом знают. Следующий тур будет уже достаточно более продвинутый. А в трех представительствах в Китае, в турктической компании, проблем нет никаких. В Барнауле стало известно еще о нескольких точках, куда черные осенизаторы сливают нечистоты. Наша съемочная группа вновь поехала по следам тех, для кого деньги не пахнут. В репортаже расскажем, почему жадных осенизаторов сложно вывести на чистую воду, и где они любят незаконно сливать отходы. Эти кадры появились в мае этого года. Местной жительнице удалось снять, как осенизатор сливает нечистоты в колодец на проезжей части. Дело происходит у остановки овчинно-меховая фабрика. Ароматы сводят жителей с ума. Они как-то ночью больше наблюдают. Ну, поймайте их тоже, потому что они смотрят, кто что стоит, наблюдают. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Они мне раз могут скачать. А это уже индустриальный район. Зимой мы обнаружили здесь целое фекальное озеро. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минсельхозу, но уже давно переданы в пользование Аграрному университету и только ему. Как нам пояснили в ВУЗе, поля не рассчитаны на такой объем нечистот. Поэтому десятки машин, которые приезжают сюда, ежедневно идут на экологическое преступление. Давайте тогда продолжим. Что продолжим? Ну, снимать. Ну, зачем сейчас вы едете продолжим? Ну, так вы уже начали при нас это делать. Ну, если все законно. Факт-то слива не сняли. Мы сняли. Свернулся. Сняли там. Свернулся. Там текло. Ничего не текло. Отговорки всегда сказочные. Машина сломалась. Сюда поехали. А так вы здесь не сливаетесь, да? Да ближе. Нет. Просто сломалась машина? Да. А вы не боитесь, что у вас нос вырастет? Нет. Вы врете. На сегодняшний день те люди, которые приезжают сюда, добросовестные ассенизаторы, их, грубо говоря, от общего количества 10%. Остальные 90% сливаются вот здесь вот в округе. Вот вокруг залиты все рощи. Ценовая политика у них точно такая же. Берут они дежурные средства одинаково. Эти деньги только не идут в бюджет Алтайского края, то есть недополучает ни бюджет, и вокруг у нас, соответственно, проходит экологическая катастрофа. Сегодня нам известно лишь о нескольких точках, куда ассенизаторы незаконно сливают отходы, но фекальная карта постоянно пополняется. Поймать за руку нарушителей можно недалеко от канатного проезда, на пересечении Павловского тракта и Трактовой, в районе онкоцентра, на проезде Южной, Широкой просеки, недалеко от Сибирской долины и Новоирзе. Сегодня мы вновь в индустриальном районе. Здесь ассенизаторы сливаются прямо в рощу. Долго ждать они себя не заставляют. С ними борется Алтайский аграрный университет уже несколько лет. Они окапывают свои фильтрационные поля, и в тот момент, когда там валы мы проезжали мимо, когда там появляются валы, они доезжают, получается, проезжают мимо этих валов и заезжают сюда в рощу, когда доступ закрыт. Потом вот эта вот, ну, скажем так, компания большая этих ЭПшников, ассенизаторов, они заказывают трактор, убирают этот вал и опять начинают сливать фильтрационные поля. Вот сюда вот заезжает, вот смотри, свежий свет. Ага. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, ассенизаторы не хотят. Сегодня в городе есть три таких точки – на проспектах Космонавтов, Дзержинского и на проезде Южный. Они принадлежат Водоканалу и компании Экопорт. В компании признают, что объективно нужно еще несколько точек, и в будущем их планируют открывать. Но даже с учетом существующих пунктов, бизнес ассенизаторов остается привлекательным и уж точно не уходящим в минуса. Ассенизатор заезжает, одну заявку забирает за 1600, эти же 5 кубов, а вторую заявку за 1600, то есть 3200. С этих 320 он платит 500 рублей. По ассенизатору всегда во все времена золотари получали достойную плату. В среднем заработок начинается от 120 тысяч рублей в месяц. А пока в Барнауле ежедневно сливается около 110 тысяч кубов, сами знаете чего. А ведь черная ассенизация – это не только неприятный запах, от которого страдают люди, это еще и опасные болезнетворные начала. После выхода вашего сюжета прошлого, резкого возраста количества автомобилей продлилось это ровно, я вам скажу, около трех недель. Потом эти люди опять растворились в неизвестном направлении. По всей видимости, нас ждет еще несколько репортажей на эту тему о компетентных органах массы работы. Ирина Корчагина, День с толком. Коллектив Локтевской центральной районы больницы обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию. Старший медперсонал нескольких отделений ЦРБ возмущает, что функции санитарок выполняют уборщицы. При этом они не получают положенных социальных выплат и гарантий. Ситуация возникла еще в 2017 году, когда в рамках оптимизации сферы здравоохранения в штатном расписании Локтевской ЦРБ санитарок перевели на должность уборщиц. Как нам пояснили в Минздраве края, это произошло, так как те, кто занимал должности санитарок, не соответствовал требованиям профстандарта. Однако спустя почти 6 лет их обязанности в медучреждении по-прежнему выполняют уборщицы. Выполняют качественно, не саботируя работу, подчеркивают обратившиеся в прокуратуру и трудинспекцию сотрудники трех отделений. Но оплата их работы, считает младший персонал, не соответствует трудозатратам. Помогает медсестерия, младший медицинский персонал, то есть выполняет отдельные функции, которые связаны непосредственно с больным. Уборщица настолько чисто занимается уборкой. Уборка помещения, сериализация там, все прочее. Не касается больных, но у нас такого нет. Должностные инструкции остались, то же самое, что они делали, то и делали. А права их были ущемлены. Они были лишены дополнительного опуска. Санитарки во время эпидемии ковида были лишены социальных выплат, несмотря на то, что они контактировали с больными. А в феврале, добавляет представитель Локтевской ЦРБ, младшему медперсоналу было выделено 4,5 тысячи рублей дополнительно к зарплате. Но уборщицы, выполняющие функции санитарок, этих денег не получили. После чего и начали готовить обращения в разные ведомства. Но по данным регионального Минздрава, несоответствующих должностных обязанностей у уборщиц нет. А уход за больными осуществляют медсестра. Вместе с тем, по информации администрации Центральной больницы Локтевского района, в июне текущего года четыре уборщицы служебных помещений операционного блока прошли профессиональное обучение по должности санитар. С 10 июля 2023 данные работники выполняют дополнительную работу по должности санитарка на условиях совмещения в операционном блоке, за что им установлена соответствующая доплата. Несколько семей из горняка боятся остаться без крыши над головой. Дома, в котором они проживают, уже 70 лет, и он пришел в негодность. В стенах трещины, в подвале вода, фундамент уходит под землю. Помимо СМИ, коммунальной истории заинтересовались прокуратура и Следственный комитет края. Поможет ли это спасти разрушающийся дом? Смотрим сюжетик. Вот так и развлекаются. Бросают камушки, любуются кругами на воде и ходят по замкнутому кругу. Жители двухэтажки в горняке ежедневно обрывают телефон своей УК. Требуют устранить бассейн в подвале, отремонтировать дом, который уходит под землю. Вон он подвал. И там вода. У нас дом накренился. Он у нас просто-напросто развалится. А развалится только потому, что у нас в подвале на протяжении, я не знаю, ну может быть 30 лет стоит вода. У нас полный подвал воды. Ну то есть там метров, метра четыре. В стенах трещины штукатурка сыпется. Два года назад был апогей и разрушений. В подъезде лопнула стена. Жители чудом не пострадали. Все девчонки выскочили, напугались сильно и МЧС вызывали. Обследовали, вскрыли пол и увидели, что там пропало, фундамент пропал. Управляющая компания все там подлили, заштукатурили, все сделали. Ну вот два года прошло и снова пошла трещина. Управляющая организация выполняет текущий ремонт. Я буквально вчера был на этом доме. У них образуются трещины, да, рабочие трещины. Но путем текущего ремонта их устранил. Устранила управляющая организация. Дом 1952 года постройки. Аварийным не признан. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 2008 году. Около двух миллионов рублей ушло на то, чтобы отремонтировать крышу, фасад, систему электроснабжения. Но капремонт, жалуются жители, не помог. Дом как проседал, так и проседает. Одна из причин – грунтовые воды, отмечают в администрации горняка. У нас горняки, сами понимаете, местность заболочена. И есть момент большой концентрации воды в подвале. Сейчас в мэрии решают, как спасать разрушающееся здание. А между тем, условиями содержания людей заинтересовалась Алтайская прокуратура и региональный следственный комитет. Они организовали проверку в отношении должностных лиц города. Понесет ли кто-нибудь ответственность за то, что жители двухэтажки рискуют оказаться под завалами собственного дома, узнаем после ведомственных проверок. Мы продолжим следить за коммунальной проблемой в горняке. А теперь вернемся к теме безопасности детей. Напомним, за последнюю неделю в нашем регионе произошло сразу несколько несчастных случаев с несовершеннолетними. Три ребенка выпали из окон многоквартирных домов с одним малышом. ЧП зафиксировали в частном детском центре. К сожалению, две последние истории закончились трагично. И мы решили спросить у экспертов, почему же участились происшествия с несовершеннолетними, как избежать трагедий и что может грозить родителям, которые не обеспечили безопасность детей. В интервью моей коллеги Татьяне Голубевой на эти вопросы ответил замруководителя контрольно-следственного отдела Краевого следственного комитета Станислав Сарайкин. Станислав, сколько у нас детей в этом году выпало из окон? И больше это или меньше, чем, допустим, в теплые сезоны прошлого года, да, если мы сравниваем с прошлым годом? И сколько, ну, к сожалению, конечно, случаев завершились трагически? Ну, если мы говорим о всех выпущих детях, то не все сообщения к нам поступают. Потому что в случае непричинения существенного льда здоровью, таким сообщением занимается орган внутренних дел. К нам в этом году поступило шесть таких сообщений. В части трагических случаев, завершившихся смертью, это два случая. В прошлом году, к сожалению, цифра такая же, но не было у нас погибших детей. А как Вы можете объяснить причину, ну, такой, скажем, большой концентрации, что касается этого года, и что является все-таки причиной произошедшего? Это какие-то неблагополучные семьи, да, там, какое-то у них халатное отношение к ребятишкам, к своим, или, может быть, просто элементарная невнимательность, или даже вообще стечение обстоятельств? Ну, связи между этими случаями, естественно, нет. Это преступления неосторожные. Неосторожные преступления, если говорить юридическим языком, это у них две формы. Это легкомыслие и небрежность. Если простыми словами объяснять легкомыслие, я понимаю, что мои действия, бездействия могут повести к печальным последствиям, но самодеянно надеюсь, что этого не произойдет. И небрежность, когда я не знаю, не понимаю, что что-то может произойти, но при должной осведомленности я должен это знать и понимать. Соответственно, данные, эти все преступления, как я уже повторюсь, они неосторожны и зависят исключительно от действий родителей, то, как они связаны со своими детьми. Не все факты падения детей из окон, семьи состояли на каких-то учетах, являлись неблагополучными, нет. Это случится, может, в самой обычной семье. Если мы говорим об ответственности, в каких случаях родители могут привлечь к уголовной ответственности? Часто ли это вообще на самом деле происходит на практике? Ну вот, к уголовной ответственности. Здесь два состава преступления. В случае, если ребенку причинен тяжкий вред здоровью, то это часть первой статисты 18 причинения тяжкого вреда по неосторожности. Наказание там варьируется от штрафа и заканчивая арестом вплоть до 6 месяцев. Если наступила смерть ребенка, это часть первой статьи студентов Головного кодекса Российской Федерации о причинении смерти по неосторожности. Наказание варьируется от обязательных работ и вплоть до лишения свободы сроком на 2 года. Плюс, в случае, когда дети получают травмы, они связаны с тяжким вредом здоровью, возможно, привлечение родителей и ответственных за их жизнь здоровье лиц по административной ответственности. Ну, а на практике наказывают действительно родителей? Или как-то это все-таки... Ну, повторюсь, это преступление небольшой тяжести, потому что неосторожно. И, соответственно, к реальному лишению свободы понятно, что это трагедия в семье. И в основном суд идет навстречу. И более мягкое наказание, но к уголовной ответственности люди привлекаются. Вот если мы говорим о недавних примерах, то в случае трагические бийские с падением девочки из окна, лицу придавлено обвинение, в настоящее время следствие завершено, и дело находится в надзорном органе для проверки. Получается, что они сами себя уже по сути наказали? Ну, закон суров, но это закон. На родителей в силу нашего законодательства возложена полная обязанность за жизнь, здоровье, воспитание детей. То есть, если мы посмотрим на категорию, потерпевших, по данным сообщениям, уголовным делам, то это дети в этом году от полутора до четырех лет. То есть, малолетние дети, которые в силу возраста должны быть под присмотром всегда. Естественно, они не могут за себя постоять, они находятся в бесплатном состоянии. И это, повторюсь, обязанность родителей следить за ними. Именно следить, оберегать. А чем бы Вы напомнили родителям, если говорить об обеспечении безопасности вот таких маленьких детей? Ну и, конечно, детей, наверное, побольше тоже. Ну, если мы говорим предмет на падение детей с окон, то это москитная сетка. Москитная сетка не защищает от падения. Да, были случаи, когда именно москитная сетка предотвратила причинение тяжкого вреда здоровью, потому что ребенок спланировал на ней. Но она не защищает от падения самого. Поэтому надеяться, что сетка ребенка остановит – нет. Если ребенок проявляет интерес к окну открытому, постоянно туда залазит, пытается из любопытства посмотреть, что там, ну, нужно смотреть. Если поддая необходимость скручивания ручек, установление специальных замков, да, которые блокируют полное открытие. Это одна из форм. Ну, если и за детьми. То есть ставить окно открытым, уйти по своим делам, и оставить малолетию ребенка одного в квартире. Ну, если трагедия произойдет, то отвечать, прежде всего, родителю придется. Будет там уголовная ответственность, не будет. Это уже по результатам следствия вопрос будет решен. Но проверяться в любом случае такое лицо будет, если произойдет трагедия. А предостеречь еще от чего-то хотели бы? Ну, если мы говорим о преступлениях неосторожных, которые происходят с родителями, опекунами, да, всеми, где нас малолетние, то это кипяток. То есть у нас такие дела каждый год, к сожалению, не бывают, да, когда дети получают ожоги, чай, другая кипящая вода, большая площадь, соответственно, вплоть до смерти. Естественно, ответственность несут люди за это, за ответственность за детей. Ну, и оставление детей без присмотра на приусадебных участках, где есть емкости с водой. То есть эти самодельные, либо специально приспособленные емкости, где собирается дождевая вода, которая используется в домовладении для полива, детей рядом оставлять нельзя. Вот нас буквально в этом, в прошлом году, два мы таких уголовных дел в суд направили в отношении родителей. Ну, это вот такое самое главное. Это да. В машине любят оставлять. Ну, не любят, да, есть такие случаи. То есть оставление ребенка малолетнего без надзора – это оставление его фактически в опасное состояние. То есть здесь надо понимать, что если что-то произойдет, оно в любой момент может произойти, придется за это отвечать. В Алтайском крае будут углублять реки. Для этого приобрели дно углубительное судно стоимостью больше миллиарда рублей. Об этом на неделе сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Спецтехника позволит увеличить пропускную способность речных маршрутов, а значит появится больше возможностей для отправки грузов по воде. В прошлом году в регионе был поставлен рекорд. Впервые за 20 лет речным транспортом на Алтае перевезли 1,184,000 тонн грузов. По вместимости это 59,000 грузовых автомобилей. В крае планируют и дальше развивать речное судоходство, но пока навигацию во многом ограничивают узкие места на востребованных маршрутах и недостаточная глубина. Эту проблему и будут решать с помощью дно углубительного судна, которое приобрели на федеральные средства. Судно построили в Нижегородской области. Известно, что его уже спустили на воду и примерно в конце сентября спецтехнику будут встречать в Алтайском крае. И в завершении выпуска об одном из самых популярных астрономических событий. В эти выходные можно наблюдать яркий летний звездопад – метеорный поток Персеиды. При везении и хорошей погоде за час можно увидеть больше ста падающих звезд. Вспышки Персеид начинают проявляться с 23 часов по местному времени. Затем интенсивность потока нарастает. И к периоду утренней зари розчерки в небе становятся все заметнее. Осталось надеяться, что погода позволит жителям края стать свидетелями яркого метеорного потока. Субтитры создавал DimaTorzok